Понад миллион гривен для передовых авиаційных наведників. Донать на захищенный зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Продолжаем разговор. Иван Яковина, Радио НВ. В первой части я рассказывал об итогах саммита БРИКС, которые оказались весьма неутешительными для Владимира Путина, поскольку ни одной из трех ключевых задач, которые перед ним стояло, не удалось ему решить. Видите, я сказал, что если ситуация будет развиваться в том же русле, как и сейчас, то в 2025 год Российская Федерация войдет с огромным дефицитом ресурсов, и, соответственно, из-за такого дефицита не сможет продолжать войну в нынешней интенсивности, в нынешнем режиме, ей придется идти на какие-то суперрадикальные меры для того, чтобы изменить ситуацию, и Путину придется чем-то рисковать, чтобы спасти свою власть. При этом я дал понять, что, в общем, ситуация меняется в нехорошую для России сторону по ряду обстоятельств, как военного свойства, так и экономического. Давайте сначала про военные я хочу рассказать. Речь сейчас идет не о ситуации на фронте. Там, насколько я понимаю, Российская Федерация сейчас продолжает наступать на ряде направлений, теряя при этом огромное количество войск. Уже в российских СМИ стали появляться обращения со стороны Z-военкоров, тех, кто там, собственно, воюет. Они говорят, что идет просто истребление российской армии в этих самых местных штурмах. То, что Владимир Путин, ради того, чтобы достичь каких-то тактических преимуществ, сейчас идет просто на уничтожение собственной армии, и они прям жалуются очень сильно. Есть такой военврач, по-моему, он, Евич по фамилии, он прям с криком, воплем души выступил, сказал, что ситуация близка катастрофической для России. Собственно, из-за этого, из-за нехватки людей сейчас выписывают людей из Северной Кореи туда. Но я тут хотел бы рассказать о позитивных изменениях в украинской армии, с такого стратегического характера. Я несколько раз, да много раз, чего уж там несколько, говорил о том, что самыми перспективными, считаю, самыми перспективными направлениями военного строительства в Украине, я считаю, авиацию и дроноводство, если можно так выразиться. Это обе сферы высокотехнологичные, и количество людей, вот то, в чем у Украины самый большой дефицит, в общем не имеет там решающего значения. То есть от количества людей, задействованных в этих сферах, не так сильно зависит успех. Почему? Потому что там, главное, упор делается все-таки на технику, на технологии, а не на массовость. Там все определяется в основном качеством техники. И в силу подавляющего технологического превосходства Запада, западная техника существенно лучше российской, как дроновая, так и авиационная. И по количеству сложной авиатехники, по крайней мере, Запад точно опережает Российскую Федерацию. То есть авиация и дроны, это те сферы, в которых Украина с западной помощью может вполне реалистично, что очень важно, сначала добиться паритета с Российской Федерацией, а потом и победить ее там. Ну смотрите, начнем давайте с авиации. Украина уже точно начала строительство современной боевой авиации, основанной на натовских стандартах, на полностью натовских стандартах. Вот на неделе заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард написал в твиттере, что готовы 200 пилотов, чтобы Великобритания подготовила 200 пилотов для самолетов F-16, украинских самолетов. Но потом его исправили, видимо идет речь не о полностью готовых пилотах, а о курсантах, которые только прошли первую начальную стадию обучения и будут дальше обучаться. Еще вероятнее речь идет о курсантах и о наземном персонале, который одновременно учится, чтобы курсант... Будет смешная ситуация, если курсанты приедут на аэродром, а у них нет наземного персонала, или наоборот наземный персонал приедет, а нет пилотов. Поэтому их одновременно обучают, естественно это разумно делают. Но 200 человек подготовили, видимо, курсантов плюс наземный персонал. Тем не менее, ну говорят, как бы да, это пока он там за министра обороны перегнул палку, на самом деле о 200 пилотах речи не идет, но все равно 200 человек, как бы мы ни смотрели, в масштабах армии вроде цифра небольшая. Тем не менее, в контексте авиации 200 человек это огромная сила. Если было бы 200 пилотов, ну это знаете, как 200 тысяч, 200 тысяч я может загнул, но 20 тысяч пехотинцев, наверное, или может быть даже больше. Почему? Потому что один пилот, конечно, у него огневая мощь, как у целой армии пехоты, да, потому что у него под Крымом огромные бомбы, огромные ракеты, высокоточные и так далее, и так далее. То есть пилот самолета, он, конечно, в плане возможного ущерба противнику, он, конечно, огромную, огромной мощью обладает. Тут важно другое. Тут важно то, что Великобритания и другие страны Запада взялись с нуля обучать украинских молодых людей управлять боевыми самолетами. Это очень-очень важно. Я говорил о том, что так нужно поступать еще в самом начале полномасштабного вторжения, когда никто даже не мечтал о том, что Украина получит в свое распоряжение западную авиатехнику, или даже хотя бы танки, даже о танках тогда речи не шло, там мечтали, чтобы хотя бы джавелинов немножко отсыпали. Я говорил уже тогда, что надо обязательно отправлять украинскую молодежь обучаться. Надо сейчас начинать обучать этих людей. Почему? Потому что когда все-таки будет принято решение о передаче в Украине самолетов и танков, должны уже быть готовы летчики и танкисты. Я не сомневался, что рано или поздно Запад пойдет на передачу этих вооружений, хотя тогда многие обвиняли меня в том, что я, как говорится, губу раскатал слишком сильно и вообще у меня нереалистичные какие-то пожелания. На самом деле они были реалистичными, но только, к сожалению, во времени растянулись. Но в любом случае, видимо, так и поступили. Заранее стали готовить людей в западных учебных заведениях специализированных военных. И, кстати, сейчас я бы, наверное, уже начинал готовить тех, кто будет запускать крылатые ракеты «Томогавка». Почему? Потому что, я уверен, дойдет время и до передачи этих крылатых ракет в Украине тоже. Но смысл в том, чтобы не пытаться, знаете, переделать, переобучить пилотов советской и постсоветской школы пилотирования. Это люди очень высокого класса, они действительно профессионалы во всех отношениях, но у них совсем другая управление, философия управления самолетами, другая тактика, все другое. То есть это пересадить человека с советского самолета на западный, этого недостаточно. Нужно перестраивать все нейронные связи в голове, это очень-очень сложно, это не так просто сделать. Поэтому, я думаю, имеет смысл начинать создавать полностью западные военно-воздушные силы, основанные на западных стандартах, исключительно западных стандартах, чтобы ничего советского или постсоветского в них не было. Эти новые военно-воздушные силы не должны отличаться по структуре, по тактике, по оснащению от британских или, условно, норвежских ВВС. Это, конечно, титанический труд, это как построить еще одну армию, почему построить армию с нуля, но оно того стоит. Мощная военно-воздушная сила, способная вытащить на себя огромный просто объем работы, боевой работы, остановить наступление противника, если необходимо уничтожить его логистику, перерезать ему линии снабжения. Просто сделать так, что на вашу страну никто никогда не нападет, просто из-за того, из страха получить мощные ракетно-бомбовые удары по своим городам. То есть, мощная авиация это очень хорошее средство неядерного сдерживания противника. Ну, смотрите, если противник будет знать, что в ответ по нему тоже будет нанесен мощнейший авиаудар, то на вас просто никто не полезет, просто бояться будут. Ну, и тут еще какой момент с ВВС. Для создания мощных военно-воздушных сил вам не нужна какая-то огромная в численном отношении армия или супермногочисленная страна. Нет. Нужно всего несколько сотен пилотов, несколько тысяч техников, наземного персонала. И все. Сила не в количестве. Тут в авиации сила именно в качестве, в технологиях. Крошечный Израиль является могучей военной силой, в первую очередь благодаря своим высокоразвитым ВВС. Судя по последним новостям, Украина тоже пошла по этому пути. Это очень хорошие новости. Я особенно сильно рад этому, потому что сам к этому призвал. Именно к этому призвал. Ну, и Франция в начале 25-го года отправит свои «Миражи-2000» в Украину. Это не «2000» самолет. Самолет называется «Мираж-2000». С пилотами, с наземным персоналом. Норвегия, Дания, Нидерланда еще пополнят флот украинских F-16. Швеция предоставит самолету дальнего радиолокационного обнаружения. В результате, в следующем году, к концу следующего года, военно-воздушные силы Украины станут не таким партизанским отрядом, как сейчас, который постоянно прячется от российских ракетных ударов по всей стране, а серьезные силы, способные дать отпор российским ВВС в небе над Украиной. Ну, и особо хочу подчеркнуть, это все не фантазия уже, а процесс идет. Это и процесс передачи самолетов, и процесс обучения летчиков, и наземной персонала идет. И будет только набирать обороты. Все, что связано с авиацией, западным генералам, в принципе, очень хорошо понятно. Военно-планировщики знают, что это, для чего она нужна эта авиация, что с ней делать, на что она способна. И прекрасно западные специалисты умеют с этим работать. У них это намного лучше выходит, чем какие-то наземные операции. Поэтому в этом смысле запад действительно может оказать неоценимую помощь Украине. Вторая история после авиации, это дрона. Вот буквально пару дней назад компания от Systems, украинская, объявила о начале массового производства тепловизионных камер для FPV-дронов. Там очень приемлемый прайс, но цены начинаются от 150 долларов за одну штуку. Кажется, что много, но на самом деле для тепловизионной камеры это вообще сущие копейки. Это самый настоящий украинский хай-тек, который нужно хвалить, беречь, носить на руках и всячески пестовать и помогать им. Массовые ночные дроны это невероятно крутая штука. Сейчас ночные дроны это редкость, они очень дорого стоят. Но перед зимой, понимаете, зимой темно все время. И поэтому, конечно, противник будет осуществлять огромное количество своих операций именно ночью, чтобы не давать возможности украинским дронам атаковать. Потому что ночью обычный FPV-дрон просто ничего не видит. Но если у вас FPV-дрон с тепловизионной камерой и стоит это еще какой-то приемлемый прайс, то есть не гигантских денег, то массовый ночной дрон реально может изменить полностью ситуацию на линии фронта и упростить жизнь вооруженным силам Украины и осложнить жизнь россиянам. Я призываю тех, кто может повлиять на ситуацию. В этом смысле нужно всячески развить, усилить это направление. Я думаю, военные будут благодарны. Еще одно направление, которое сейчас необходимо развивать, это оптоволоконные лески для дронов. То есть на самом деле сейчас пошла такая волна, что на дроны вместо оборудования для радиосвязи цепляется исключительно тонкий кабель оптоволокона. И по этому кабелю идет управление дроном, передача данных с самого дрона. То есть он показывает, где он находится по этому кабелю. Такой дрон невозможно заглушить, качество картинки великолепное, устойчивое, нет никаких помех, если даже дрон снижается на небольшую высоту. То есть это очень-очень хорошее оружие, против которого нет по сути дела противоядия. В условиях российского наступления это ровно то, что нужно, потому что оптоволоконным дроном глушилки не страшны. Они летят сразу в цель, они не промахиваются. Их можно к тому же запускать целыми раями, пачками. Там у них много всяких плюсов, можно перечислять. Минус один. Нет пока у Украины достаточного количества этого самого оптоволокна. Делать эти катушки с оптоволокном можно, это известная технология, она не сложная технология. Это там не бином ньютона какой-то. Нужно просто, чтобы кто-то занял себя производством этих оптоволоконных кабелей. Кабелей, наверное, правильно говорить. Есть в Украине организации, которые умеют это делать. Хорошо бы, чтобы эту тему кто-то продвинул. Опять же, я думаю, это важно-важно. Как мне пояснили, массовое внедрение вот таких дронов на оптоволокне могло бы, знаете, практически полностью остановить наступление российских войск, потому что они будут идти вперед и разбиваться о волны дронов. Почему? Потому что дроны будут запускаться и днем, и ночью. Камера ночного видения уже теперь есть. Вот эти на оптоволокне. Этих дронов заглушить невозможно. Едет вперед российский танк, БТР, баги, все что угодно. И будет это все разбиваться, уничтожаться этими самыми дронами, которые невозможно заглушить. Сейчас еще есть очень хорошие наработки по дронам с донаведением, то есть элементами искусственного интеллекта. Ну и это еще не все. Там уже на подходе новые разработки, которые вообще там на уровне фантастического кино. Я даже рассказывать пока не буду, потому что мне самому это кажется немножко сомнительным. Но посмотрим, посмотрим. В общем абсолютно понятно в каком направлении развиваться. Нужны конечно инвестиции, нужно сотрудничество производственников с военными. И нужна помощь от государства в тех моментах, где требуется какой-то единомоментный серьезный ресурс. Такие потребности иногда возникают. И тут я думаю должно приходить на помощь бизнесу государства. Инвестиции нужны особенно сильно. И я думаю в этом смысле было бы разумно разрешить продажу украинских дронов в страны НАТО. То есть государством НАТО это дало бы огромный доход для украинской дроновой промышленности. И ускорило бы разработки объема, самое главное объема производства. Потому что чем больше дронов делаешь, тем дешевле эти дроны получаются. Если ты, условно говоря, производишь 100 дронов, то у тебя каждый дрон стоит 20 тысяч. А если ты делаешь 100 тысяч дронов, то у тебя каждый дрон получается уже по 12 тысяч. То есть там существенно дешевле. И соответственно это была бы помощь не только компаниям, производящим дрона и тем странам, которые дроны будут покупать. Но и украинской армии, которая сможет получать эти дроны в гораздо больших количествах и за меньшие деньги. Ну и в результате, я думаю, эта сфера начнет на себя вытягивать. Основные тяготы службы солдат на фронте. На линии соприкосновения. Потому что больше дронов, меньше людей. Без пехоты, конечно, совсем обойтись невозможно. Но на участок фронта можно будет посадить в окопы не 100 человек, как сейчас, а 10 человек. Причем без потери эффективности. Вражеские войска, потому что если все будет нормально организовано, будут убиваться еще на дальних подступах. Еще до того, как они войдут в зону поражения пехоты и пехотного вооружения. Все к этому сейчас идет. Развивается ситуация в этом направлении. То есть мы видим, прогресс уже есть налицо. И я очень рад, что это реальность уже. Это уже не какие-то там фантазии. Но если продолжать все в том же духе, я думаю, будет ситуация очень хорошая. Но в принципе для Украины сейчас цель можно сформулировать достаточно просто. Вот на ближайшие месяцы, скажем так. Держать оборону до тех пор, с наименьшими потерями держать оборону. Может быть даже отступать. Но самое главное, чтобы потери были небольшие и оборона не сыпалась. Пока в Российской Федерации не начнется серьезный, катастрофический может быть даже кризис экономики. А когда там все начнет разрушаться и разваливаться, тогда там уже и власть может поменяться. Ну либо денег на войну у текущей власти совсем не останется. И она будет вынуждена идти на какие-то уступки Украины. Вот сегодняшняя буквально новость из Российской Федерации очень важная. Центральный банк там повысил ключевую ставку процентную на сразу 2% с 19 до 21%. Это означает, что на самом деле такой ставкой высокой не была с 2003, если не ошибаюсь, года. Тогда экономика, ну тогда разница в чем. Тогда экономика российская восстанавливалась и процентная ставка снижалась. Она восстанавливалась после кризиса 98-го года. А сейчас наоборот. Ставка учетная растет, а экономика российская падает. Это для чего это, собственно, ставку поднимает? Это делается в рамках борьбы с инфляцией, которая официально вроде как 9%, но в реальности она намного-намного больше. Просто эта инфляция сейчас находится в скрытом виде, в виде того, что называется инфляционный навес. То есть, если государство сейчас отпустит вожжи, условно говоря, то инфляция сразу скакнет на десятки процентов. Но государство российское сейчас пытается это держать под контролем, в надежде на то, что все как-то вырулится и инфляция сама собой начнет снижаться. Но этого не произойдет, поэтому какой-то взрыв инфляционный там точно будет. Смотрите, вот маленький пример. Сливочное масло в Российской Федерации начало исчезать из магазинов. Причем, когда оно там появляется, в этих магазинах, оно стоит практически в два раза дороже. Хотя коровы одинаковые, травы едят одинаковые, все равно цена масла гораздо выше в России. Например, смотрите, я провел такое исследование, в России 360 гривен стоит пачка масла. Ну, в рублях она там что-то, 800 с чем-то рублей. Но в переводе на гривны, 360 гривен за 400 грамм. В Украине такая же пачка масла стоит не 360 гривен, а 200 гривен. Почему так? Опять же, коровы примерно одинаковые, и еда у коров тоже примерно одинаковая. Дело в том, что в России искусственно удерживается курс всех валют. То есть, на самом деле, там курса валют даже как бы и нет как такового. Но в результате получается, что все производителям выгоднее держать масло, из-за того, что цена на него постоянно увеличивается, увеличивается, увеличивается. На прилавках это масло не попадает. На прилавки не попадает, если попадает по каким-то абсолютно космическим ценам. Там, знаете, что начали воровать из магазинов сливочное масло, и теперь в некоторых магазинах его на полке даже не выставляют. Говорят, надо подойти к кассиру или к продавцу и попросить его, чтобы он тебе принес пачку масла, он с тобой, этот кассир, подойдет к кассе, собственно, пробьет тебе масло, и тогда ты его только получишь. Короче, курс в России валюты, рубля, удерживается искусственно. Все ценообразование, особенно в продуктовой сфере, идет под контролем государства. Но оно фейковое, понимаете, поэтому и дефициты возникают, поэтому и цены какие-то абсолютно безумные. На мой взгляд, можно уже достаточно серьезно говорить о том, что в России началась, начинается, давайте так, аккуратненько, начинается гиперинфляция. Производители сейчас других продуктов питания требуют разрешения поднять цены на все эти продукты. Власти против. Почему? Потому что понимают, что подорожание пойдет по всему флангу. Вот тот самый инфляционный навес обвалится, и сразу скакнет инфляция на десятки процентов. И если открыть сейчас инфляцию, то есть калитку эту, то инфляция просто в космос устремится, и рубль будет, я не знаю, там рубль придется девальвировать очень мощно, он будет там по 200 рублей за доллар и так далее. Власти это видят, но продолжают как бы симулировать, говорить о том, что у нас инфляция 9%, хотя в реальности продуктовая инфляция там уже гораздо больше 50%. Там и сям эта инфляция прорывается. Вот смотрите, какая интересная новость. Экспорт бензина резко пошел вниз в России. Он до самых низких значений за последние 8 лет обвалился. Почему? Потому что правительство не разрешает экспортировать бензин за границу, но в то же время требует от производителя держать цены на самый популярный 95-й бензин на довольно низком уровне. Но из-за того, что это уже невыгодно делать, и бензин перестают просто производить, и производство бензина в России падает, из-за чего цены на таких, как уже какие-то полусерым, серым рынки растут. Более того, сейчас россиянам собираются резко повысить цены на бензин для наполнения военного бюджета. Сообщается, что там в среду был утвержден законопроект об увеличении акцизов на бензин на 14%, на дистопливо на 16%. То есть там еще скакнет цена на бензин. Рыба в цене увеличилась на 20%, электроника примерно на 15%. Растут цены на поездки в такси, авиабилеты, на новые подержанные автомобили. Проценты по кредитам сразу стали гораздо выше. Ипотека уже больше 27% России стоит. Ну и ставка в 21% практически гарантирует остановку любого, я имею в виду учетная ставка, ключевая ставка Центробанка, гарантирует остановку любых инвестиций, не только в частном секторе, но и государством, и не только в гражданском государстве, но и даже в военном. Есть в России такой человек, зовут его Сергей Чемезов. Это глава корпорации Ростех. Он фактически является главным в России по производству оружия. Так вот, он выступал недавно в Совете Федерации. Кстати, это ближайший соратник Владимира Путина, и, наверное, сейчас самый влиятельный человек в Российской Федерации. Так вот, он выступал в Совете Федерации, сказал, что огромное количество военных заводов в России находится на грани банкротства из-за того, что они не могут повышать цены на свою продукцию, то есть на танки, пушки, самолеты. Цена там фиксирована, да. И они получают за производство этих же танков, пушек, самолетов какие-то деньги от государства. Но производство всего этого добра им обходится гораздо дороже, чем раньше, просто из-за того, что там металлы, не знаю, как это, пластик, из чего там делается все это добро, там микросхемы те же, они очень сильно поднялись в цене. А государство не хочет повышать цен на военную продукцию. Почему? Потому что если повысить ее до необходимого уровня, то получится инфляция еще больше. То есть там просто адски космическая инфляция. Ну из-за этой инфляции, из-за инфляции экономическая активность умирает потихоньку. И Международный валютный фонд тут на неделе сделал заявление, что в России в следующем году резко упадет производство. То есть прогнозы по ВВП российскому резко отрицательны. То есть экономика начинает обваливаться, разрушиваться. Российской, и видимо спасение от этого уже... Ну как бы нет, я не видел ни одного эксперта, который сказал бы, что типа все нормально, это как-то разрулится. Видимо уже не разрулится. Понимаете, если уже даже самый близкий соратник Путина, второй человек государствен, самый главный и ответственный за военное производство, говорит, что банкротятся военные заводы уже, и он это говорит не тайно на каком-то там заседании правительства, он говорит это с трибуны Совета Федерации на всю Российскую Федерацию, соответственно, то значит ситуация действительно там хреновая. И я поэтому и говорю, что у них в 25-м году произойдет исчерпание ресурсов. Ну вот об этом уже все говорят. Денег не будет, нефть будет низкая, военные заботы закрываются. Ну и с людьми, вы видите ситуацию, они уже набирают каких-то этих экзотических северных корейцев. Кстати, Южная Корея сказала, что начнет поставлять оружие в Украину, а если подтвердится участие северокорейцев в войне, Южная Корея вообще очень резко отреагировала на всю эту ситуацию. И мы видим, что и по этому направлению Россия себе выстрелила в ногу. То есть, конечно, от северных корейцев, там 12 тысяч, которых направят на фронт, какая-то польза будет, но от южнокорейского оружия и самое главное, от южнокорейской военной электроники, которая будет поставляться в Украину, пользы будет в миллион раз больше, чем от этих северокорейцев, там где-то копал, размахивающих лопатами. Поэтому, ну, тут тоже такое решение, сомнительно с точки зрения пользы для Российской Федерации, но делать нечего, понимаете, одна осталась альтернатива у Путина, это объявлять мобилизацию. Но если объявят мобилизацию, это сразу минимум минус один миллион человек из рабочей силы, скорее всего и больше. Почему? Потому что мужчины начнут прятаться от военкоматов, не будут ходить на работу и так далее. То есть это будут огромные, гигантские проблемы в экономике российской, и, ну, просто все развалится, все обрушится еще быстрее даже, чем могло обрушиться. Соответственно, для Украины, конечно, очень выгодно, чтобы там все рухнуло и развалилось как можно скорее. И Украина задача, как я сказал чуть выше, это держать оборону до тех пор, пока Россия либо не пойдет на мобилизацию, либо не объявит девальвацию, либо там не начнет сыпаться экономика. Кстати, экономика тоже начинает сыпаться, если кому интересно, совсем недавно в России прошли первые забастовки шахтеров, как в 90-е годы. И там на одной из шахт, по-моему, в Рокуте, объявили уже голодовку шахтеры. И недалек тот день, я думаю, когда они появятся в Москве около Дома правительства и будут стучать своими замечательными касками по Горбатовому мосту, который там неподалеку от Дома правительства расположен. Это традиционная была форма протестов российских шахтеров против невыплат зарплаты еще в 90-е годы. Сейчас мы видим, эти 90-е годы возвращаются, российская угольная отрасль полностью разорена из-за того, что ей некуда продавать свой уголь вследствие санкций. Соответственно, да, надо Украине продержаться. Вот, 24-й год уже почти продержались, я думаю, где-то до середины 25-го, и дальше там в России все уже, да уже начинает сыпаться, что там говорить. Ну и сейчас я уже на этой оптимистичной ноте буду заканчивать, но сначала я вас попрошу поучаствовать в сборе для Гастомельского приюта для животных, там несколько сотен кошек и собак живут, сейчас зима надвигается, им нужно этот приют утеплить, для того, чтобы животные не мерзли, и я вот взялся им помочь собрать деньги на эти цели. Но, конечно, самое лучшее, что можно придумать, это забрать себе домой какую-нибудь собачку или кошку, если у вас есть такая возможность, приезжайте в Гастомель, выбирайте, там огромный просто выбор животных, несколько сотен их там живет, 700, по-моему, и котята есть, и щенята, и взрослые собаки, и коты, и алабай даже есть огромный, я туда ездил, недавно смотрел. Поэтому, как говорится, на любой вкус. Это самое лучшее, что можно сделать, конечно, для приюта, это сделать его безработным, сделать так, чтобы он не нужен был никому. Вот на этой оптимистической ноте я с вами буду сегодня прощаться, меня зовут Иван Яковина, да пребудет с вами Сила, и пока-пока. Подписывайся на канал Радио НВ, Ось Тут. Радио НВ, Ось Тут.